Вот это у нас осталось полчасика Самое загадочное явление Леонид Александрович, если вы скажете Что вы займетесь химерами И у вас будет по принципу Каждая химера новый сорт И вы за несколько лет Умерете за 5-10 лет Вы видите сортов больше, чем Вся мировая наука Помните, сколько у нас сортов яблок 50 тысяч Во всем мире Сколько сортов груш Я помню цифру 5 Может быть 5 тысяч Груш меньше А у вас каждая Такая леточка Будет новый сортов Они чем хороши Как он мне сказал, этот ученый Я забыл фамилию Но на тот момент я знал Я помнил, где он работает Я помнил его должность Он доктор наук А я печатался А они все свежевывали Они не были такие, как сейчас Нет, они не стали Заносчивыми Они не стали такими Остраденными Они стали равнодушными А тогда, Валерий Красивич Вот такие абрикосы Вот такие абрикосы будут Выражай самошедший Нет, это химерик Я успел 20 лет поросить дерево Взять с него ветки Он уже у меня был химерик Он переносит уже нормально На культурные Уже не я на дикарей На культурные Говорят, Сина Сейчас сохраню Твои сорта Чтоб у Кати Сохранить крупность Вкус Вот А меня обозвали Сказали Херня занимающая Слово химеры Херня Это почти одно Так? Вот это жизнь Такой отрезан Самый Если однажды А у меня Ну все Жизнь закончилась Я не могу Вот сейчас Вот две прививки Да? Смотрите И я сделал как? Крупноплодный абрикос Ну это один из тех Шеневров Что в руках держали Компатографировались Привил на него еще Крупноплодный Уже дальше некуда Вот они Прививки прижились А здесь На границе Химеры появляются На границе Они считаются Нежизнеспособными Какая судьба Эта веточка? А черт ее знает Видите Это мощная Хорошо пошли А эта почка Ее не было Вы помните Что такое микроклодирование? Это Ее почки не было Эта Веточка Вылезла Из клетки Клетка Обладает теми свойствами Только они По качеству Все доходят Но это мы проходили Не с вами Но люди уже знают Что вот эти Вот всегда хуже Но если мы Эту веточку Отрежем Вы представляете Что будет Вот это просто Еще одна Разная химера У меня не пошла Прививка Так Без сной Такое бывает И вот они Обе мертвые А тут Рядом звук Оно на химерочке Смотрите А это Это перевивки Мертвые А она Прям буквально Вот из ничего Раз Вот это тоже Почти химера Дело в том Что когда они Умирают Они До смерти Успевают Частично Передать В качестве сюда Вот И мы с вами Когда приедем Я вам покажу Меня не будет Следите Помните Мы привели Мертвые Мы привели Не вовремя Привезли А они Гены Передали Передали И вы увидите Я вам покажу А там еще Листики Может где-то там Упали Покажу Листь два раза В три крупнее Чем выясни Вот Получилось Сто процентов Химера Но ветка То мощная С ней работать Надо И уже сейчас Отрезать Через неделю Вот Другое дело Что нам надо Чтобы Нас не Полтора человека Было Пока Пока Ну так же Пока Что у вас много земли Или денег Вот еще одна Химера Прививка вот здесь А здесь выросла А это были Манджурский абрикос Как подвой Но Вот здесь вот Отсюда От этого дерева Два шага сделать Там клад То есть Тут стоит Дерево Тоже манджурец С такой же Неудачной прививкой Которая пожила Ублера Вот такие Сорокогровые Абрикосы Это Может без вас Я пока Не помню Вот Вкусные Чистый Чистый Сорт На уровне Серафима На уровне Бая А ведь это Вот он Дикарь Казал И вот Следующий Он еще Не подоносил Вот Меня не будет Приедете У вас тут Участок где-то Олимдойте И Смотрите Вполне возможно Что будут Не вот такие Плоды Как у Молодоза Классического А два раза Три раза Больше Посмотрим Плюс Они еще Зацветет А эти Это Королевские А что Они дадут После Цветения Ну и Наша Песня Хороша Вот А почему Я говорю Правильно Химеры Потому что Химеры Долго Не живут Химеры Это то Что Перепутанные Гены Это Помните Секс Из головы Льва Ну все Можно Собаки Которую голову Пришивали Помните Вот Это так Но дело То в том Что разве Вот эта Вот ветка Собирает Спина А она Наверняка С него Что-нибудь На это Переняла Но другое Дело Осталось Подождать И Наконец Показываю Настоящие Химеры К сожалению Их нет Жилых Вот На этом Разговор Закончим Потому что Вот Смотри Сколько Я всего Пятую часть От того Что хотел Я всего Показываю А впереди Все Зима Химера Дело В том Что У меня Получилось Дерево Ну Атекет В них Несколько Фотографии Две Показываю Это Слива Это Потому что Это Линклод Это Сувенир Востока Она Не пошла На Абрикосе Вместо Нормального Одного Побега Она Из почек Представляете Что Получилось Она Из почек Нет Не так Наоборот Не из почек А из К этих Клеток Сразу Выбросила Цикла Что Надо было Делать Дальше Срочно Переносить На другие Абрикосы Это Слива Супер Моя Слива Сувенир Проходит Год Я Схватился За голову Но плодом Дождался Смотрите Сказать Что это Нормальное Дерево Это Даже При том Что Не Трожьте Даже Это Чересчур Это Химеристо Химера Химера Тире Химеристо Вы представляете Вот И Зацвела И Как Говорил Приньте Мне в глаза Но Дело В том Что У них Схожесть Нулевая Вместе С этим Я Не буду Показывать Забыл Надо было Классическую Показать Сумнирово Столка А это Пожила На Абрикосе Представляете Потом Что Умерла И Все А продолжать Когда Там Сожгли Сад Тот Ставился Два Садика На Полставке Работать Это Я Котор Я Котор Имел То Чего Сейчас Не Имел Ни Один Чем Сожгли Сад И Все И Закончилось Мое Это Представляете Что А что Восстановить Это Можно Спокойненько Берем Выращиваем Десять Подвоем Абрикоса Поливаем На нее Свою Нервосу Только Начинается Сначала Принется Но Ведь Я Урожай Дождался Живота Можно Было Два Направления А Думайте Куда Косики Дел Было Больше Чем Три Куда Косики Дел Как Вот Я Выпрямил В то Время Мыслей Не Было Я Александр Я Дарю Два Сеянца Академика Из Тех Плодов Которые Вы Фонографировали Надо Два Сеянца Я Дарю А Почему Потому Потому Что Я Пошел На Преступление Я Говорил Всю Жизнь Я Никогда Из Культурных Не Выращил Ни Одно Дерево В Одное Направление Даже Химера Мое Это Как Направление Вегетативной Гиберизации Но Это Уже Ну Вот Эти Слова Это Отдаленная Гиберизация Но Фактически Слов Отдаленная Вегетативная Гиберизация Вы Не Встретите Ни В Одном Учебнике Ни Одной Это Отдаленная Вегетативная А Эти Это В Элементарстве И Результат Есть Я Уговариваю А Ну Уволят Я Уже Где А Кушать Что Будете Разберемся Да У меня Еще 20 Минут Смотрите Вот Это Вот Скажите Вот Прививка Пошла Нет Вот Она Одна Мертвая Привита И Вторая Мертвая Почему Сейчас Это Самое Открываю Страшную Тайну Потом Увидите Да Значит Я На Абрикос Прививал Ту Самую Сливу Она Не Пошла Но Помните Ту Которая Два Метра Сейчас Ну 50% Желтат Ладно Почему Но Получилась Веточка Видите Что Эта Веточка Даст Это Веточка Химера Это Еще Один Пример У меня Там Еще Отдельная Фотография Я Все Подряд Фотографировал Смотрим Сюда Вот Здесь Это Слива Венгерка Так Видите И На Устер Успех Как Чернобаев Вот Получил Мертвую Ладно Я Покажу Хочешь Рецепт Знаешь У меня Все Такие Видели У меня Там Сад Подрастает Какой Осень Так Вот Ради Вот Это Показывают Фотографию Еще Одна Мертвая А Она Должна Была Вот Это Накормить А Дальше Еще Стар Жизнь Надо Ходить 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 И Смотреть А Вот На Это Такие Плоды А На Это Какие Если Плоды Будут Другие Вот Как Это Вот Как Так Вот Она Брать В Работу И Косточки И Чернки Вот Ради Разместил А Это У Мне Более Удачнее Смотрите Внимательно Сейчас Покажу Те вещи Которые Никто Никогда Не Замечает Ну Живая Живая Мертва Из Двух Побегов Пошел Один Так А Знаете Что Получилось Дело В том Что Это Яблоня А Привил На Нее Грушу Помни Я Храбрился Что Еще Это Мне Вернуть У У меня На Острове До Пожара Я Сделал Несколько Сотен Перерек У меня Получилось Несколько Десятков Клонов Потому Что Груши Были Одни А Плоды Получились Совсем Другие И Причем Я Ничего Не успел Сделать Они Только Наплодносили Они Даже Не успели До Конца Ну Как Бы Это Сказать Ладно Пожары Не Буду В общем Там У меня Не успел Я довести Дома И Не спасти Ни одного Клона Из-за Пожара А Вот Здесь Смотрите Грушка Прижилась Вот На Фотографии Я Всегда Смотрю С Несколько С Во-первых Видите Я Ошибся И Ни Вовремя Пока Листва Не Упало Я Не Снимал Пленку И Под Пленкой Начало Винить А Когда Я стою На Рынке А У Человек Все С Пленками У меня В Фотографии Только Пример Неудобно Назумать Из наших Местных А Самое Жуткое Когда Он Говорит Покупателю Продает Пленкой Весной Привил Продает Осенью И Говорит До весны Не снимайте Это Просто Чуть Я в сторону Ушел Чтобы Знали Вот Это Начинает Гнить Под Пленкой Так То есть Как Положено Пожар В июле Снимать Так Снимайте В июле Независимо Ничего Но Что будет дальше С грушей На яблоне Мы не знаем Мне уже Этот Макаров Достал Я смотрю У него Прекрасно Взялся Деревь Он Давно Наловчился Грушей На яблоне Яблоне На груши Я говорю Макаров Ну что Из-за тебя Валяться Он уже Лекси читает Вот Там Своим Кругом Видите Что делается Ну Не выдержал Вспомнил Молодость Остров Еще сад Был молодой И весь В этих Грушах На яблоне Надеюсь Выживет Хотя Здесь Уже Под пленкой Гнил Я прошел Всего Весок Привел Всего Внимание Еще Пару Жутких Фотографий Вот Это Прижился Абрикос Так Видите Ну как Прижился Здесь Уже Мертвичина Под пленкой Тоже Не снял В середине Лета Снял На днях Почему Потому что Точно так же Все в листве Было Не видно Просто Не видно И что я вижу Гриб Добрался сюда Теперь Начинается Борьба С грибом Способов Целая лекция Уйма Уйма Я говорю Не трогайте Этот гриб Получилось Промашка Прокол Освободили Мы от пленки Здесь теперь Солнце Потом мороз Я не говорю Что мороз Грибов Все думают То Что можно Огнем Выжить Гриб Что можно Соскоблить Это Дурь Такая Это Можно Что сделать Приостановить Развитие Как гриба А дерево Оно Мертвляется И продолжает Умерляться День за днем Раз положено Мертвляться Оно будет Умерляться Зимой Оно может Просто замерзнуть Оно может Не замерзнуть Гриб Когда наступает Холода Немножко Свою деятельность Оставит А мертвичина Остается Он просто Меньше Грызет И бороться Я вот не знаю А тут Советую И вот Получается Вот она Гниющая Трогать Нельзя Нужно Только Ждать Выживет Потому что Освободились Из плена Выживет Нет Значит Нет А вот Эта фотография Еще Более Я на Эту Яблоню Привил Грушу Груша Когда редко Бывает Но бывает Груша Не только Не прижилась Мертвая Она Умертвела Смотрите Антагонисты Страшные Обычно По двое Они сажают Привой И мы знаем Что Не пошло Там у них Есть свои Отетила У них Есть свои Лейкоциты Только По другому Называется Хотя Мы с ними Имеем Чуть Не одинаковые ДНК Правда И мы И свиньи И растем То есть Вся природа Живая И вот Они Настолько Антагонисты Что Она Взялает Часть Эту Яблонь Видите Вот Естественно Придется Обрезать Вот здесь Вот Остается Узнать Что Это За Сод Такой Который Уничтожает А где Это Сладкие Груши Получается Советовать Помните Раз У вас Нет Яблонник Подвоем Раз Яблонник Бородостойки Понимаете Больше Нами Иннокультурный Проживается У меня Есть Исколь Полудет Но Есть И такое Больше Большое Большое Субтитры создавал DimaTorzok